Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Это итоговая информационная программа «Взгляд с высоты» в студии ее ведущей Марина Клинкова. И сегодня напомню о главных, на наш взгляд, событиях прошлой недели. В Волгоградской области к политическим акциям протеста добавились экономические. Волгоградцы обеспокоены возможным рейдерским захватом Волгоградоблэлектро. Первые лица Волгоградской области вновь засветились в негативном плане. В антигероях и антирейтингах оказались председатель облзберком Андрей Сиротин и губернатор Волгоградской области Сергей Баженов. Первые решения и шаги новой городской думы Волгограда. Реальное желание исправить ошибки прошлого или популизм? В Волгограде продолжается сбор подписей за отставку губернатора Волгоградской области Сергея Баженова и отмену итогов выборов в городскую думу. Так, в сквере напротив здания областного правительства уже второй месяц в круглосуточном режиме работает дежурный штаб депутатов облдумы, где кроме сбора подписей за отставку губернатора и отмену итогов выборов, проходят встречи с народными избранниками. Одновременно в судах Волгограда рассматривается около 150 исков по отмене итогов выборов на избирательных участках. Между тем, на этой неделе объектом протестных настроений стала ситуация с известным государственным предприятием Волгоградоблэлектро. Акцию протеста работники предприятия провели около дома, где проживает бывший председатель правительства Волгоградской области Константин Храмов, который после отставки отнюдь не покинул наш регион, а занял пост председателя совета директоров ОАО Волгоградоблэлектро. Повод для опасений за судьбу своего предприятия у собравшихся около дома Храмова все-таки был. Переживаем, что развалится предприятие, и дальнейшая судьба области будет под вопросом. Перемена власти, что с нами в дальнейшем будет, не сократят ли нас всех. Естественно, нас интересуют слухи, потому что слухи на пустом месте не рождаются. Что же ждет наше предприятие в дальнейшем? Слухи ходят самые неприятные. Между тем, Константин Храмов, который вышел к собравшимся, попытался их успокоить, однако в его речах так и не прозвучало то, что так хотели услышать сотрудники Волгоградоблэлектро, что предприятие после смены руководства останется в руках государства. Это решение может принять только областная дума. Сейчас вопрос о назначении генерального директора обсуждается в правительстве Волгоградской области. Однако схема, реализация которой может привести к уничтожению Волгоградоблэлектро, не является секретом для бывшего генерального директора предприятия и экс-исполняющего обязанности сети-менеджера Волгограда Евгения Москвичева. Я узнаю, что готовится к продаже Волгоградоблэлектросбыт. Я знаю всю схему, за сколько продается Волгоградоблэлектросбыт, кому продается Волгоградоблэлектросбыт, за сколько откатов продается. Евгений Москвичев объяснил, что стала причиной его ухода с поста исполняющего обязанности главы администрации Волгограда. В такой ситуации я не хочу работать, я не участвую в этом. И пусть все волгоградцы знают. По словам Евгения Москвичева, угроза перехода ключевых и, самое главное, прибыльных предприятий, доля в которых принадлежит Волгоградской области, нависла и над другими лакомыми кусочками. В 2014 году будет продана с молотка овощная фирма «Заря», «Волгофарм» и «Волгоградоблэлектросбыт». Ну, за сумму, не превышающую каждой, по 800 миллионов рублей. Значит ли это, что губернатор Волгоградской области Сергей Баженов занимается совсем не тем, что ждут от него жители региона? Опосредованным ответом на этот вопрос можно считать опубликованный недавно компанией Центра политической информации «Антирейтинг» глав промышленных регионов России, возглавил который, кто бы вы подумали, губернатор Волгоградской области. Увы, в зачете Сергея Баженова лишь скандалы с его участием. Низкий уровень доверия населения, принятие непопулярных решений, ухудшение социально-политической ситуации в регионе. Результаты опубликованного исследования, наверное, обидели не только Сергея Баженова, но и соседей главы региона по «Антирейтингу». Через некоторое время ряд федеральных СМИ опубликовал неавторизованное мнение источника в Кремле, который призвал составителей рейтингов более профессионально подходить к своим исследованиям. В качестве примера такого профессионализма источник указал на так называемый георейтинг Фонда общественного мнения глав субъектов России за сентябрь, где некоторые из губернаторов, попавших в «Антирейтинг», продемонстрировали прямо противоположные показатели. И лишь губернатор Волгоградской области Сергей Баженов и здесь выглядел одним из самых худших, заняв седьмое место с конца. Впрочем, волгоградцам уже не привыкать, что медийные региональные фигуры все чаще становятся героями скандальных хроник. Чего, например, стоит громкая история с председателем Волгоградского облзберкома Андреем Сиротиным, который отметился 7 октября в Волгоградском аэропорту своим неадекватным поведением. Сотрудники аэропорта отказались пустить главу облзберкома, имеющего признаки опьянения, на борт самолета «Волгоград-Ростов-на-Дону». А в линейном отделе полиции на Сиротино был составлен административный протокол. Сцена в аэропорту вообще напоминала эпизод какого-то боевика. Андрей Иванович, скажите, пожалуйста, вы в отпуске находитесь или на работе? Служебный автомобиль здесь есть. Скажите, пожалуйста, вы на нем приехали? На своем служебном автомобиле? Отвезите нас, пожалуйста, я вам заплачу деньги. Андрей Иванович, почему вы скрываете свое лицо? Что происходит, Андрей Иванович? Не, не, мы... Вы похитили председателя облзберкома. Зачем вы похитили председателя облзберкома? Подождите, отпустите его, отпустите. Машину не ломайте. Мужчина, вы похитили председателя облзберкома. Подождите, что вы делаете? Подождите, вы совершаете противоправные действия. Зачем вы похитили председателя областной избирательной комиссии? Андрей Иванович, вас похитили? Нет. Андрей Иванович, отвечайте на вопросы. Кто этот человек? Почему он вас держит? Почему он вас держит? Расскажите нам. Молчи. Можете машину открыть? Нет, он не откроет, расскажу. Кто же вас повезет? Вы же украли человека. А между тем, депутаты Волгоградского облдума задались вопросом. Амеет ли вообще право человек, поведение которого явно не вписывается в рамки приличного, руководить выборными процессами в регионе? И предложили членам облспиркома освободить Андрея Сиротина от занимаемой должности. Подобное же предложение о добровольном сложении полномочий поступило и в адрес самого Сиротина. Впрочем, вероятно, пока не нашло письмо своего адресата, поскольку Сиротин, которому так и не удалось проброздить воздушное пространство, блуждает по коридорам власти. Так, например, в минувшую среду председателя облспиркома можно было встретить в здании городской думы Волгограда, где он мирно дремал на диванчике. Может, заблудился? К слову, поведение Андрея Сиротина так и не стало предметом разбирательства в облспиркоме. Не последовало и какого-то комментария от губернатора Волгоградской области Сергея Баженова, которого депутаты-единороссы также проинформировали о неподобающем поведении главы облспиркома. Значит ли это, что руководство области безразличен тот факт, что некоторые личности дискредитируют институт власти в регионе? Примечательно, что в то же самое время другие известные личности, ставшие фигурантами подобных скандалов, продемонстрировали образец самокритики и раскаяния. Речь идет о депутате Госдумы Андрее Исаеве. Он уже буквально на следующий день после инцидента сделал знаковое заявление. Он также сложил в себя полномочия заместителя секретаря Генсовета партии «Единая Россия», чем вызвал одобрение своих коллег. Андрей Константинович принял в этой ситуации абсолютно правильное решение. Мы неоднократно подчеркивали, что морально-этические нормы для всех членов партии, а особенно для тех, кто находится на руководящих постах, стоят на первом месте. И каждому нужно иметь мужество неукоснительно следовать им. Увы, но по всей видимости подобных решений от председателя облспиркома Андрея Сиротина ожидать трудно. Впрочем, избирательная комиссия Волгоградской области – это, наверное, особая зона на территории региона, где весьма спокойно относятся к разного рода инцидентам. Например, до сих пор никто не понес ответственности за странные манипуляции с открепителями удостоверениями накануне Единого дня голосования. Так какое же должно быть доверие к итогам выборов, если сегодня облспирком является эпицентром разного рода скандалов и инцидентов? А между тем, объектом повышенного внимания сегодня является и Волгоградская городская дума. Депутаты Гурдумы на своем последнем заседании приняли целый ряд решений, которые направлены на улучшение социальной поддержки некоторых категорий населения. Первый законопроект, который мы принимали, это был законопроект о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны, участников Сталинградской битвы, предложив помощь в ремонтах. Если это квартира 100 тысяч, если это жилой дом 150 тысяч рублей. Еще один законопроект, который мы приняли, он очень важный. Мы приняли сегодня решение и с 1 января 2014 года в шаговой доступности обратили внимание на это администрации города Волгограда. Мы должны молочными продукциями обеспечить все семьи, где есть дети, от нуля до двух лет. Третий социальный проект, он не менее важен, вступил в силу федеральный закон по оплате за детские сады. Малоимущие граждане обратились к нам, что оплату родителей производят в этом месяце и в этом же месяце, возвращается им компенсация. Депутаты Гурдумы также пообещали волгоградцам сети менеджера без приставки ИО, объявив наконец конкурс на замещение должности главы администрации Волгограда. Если планы народных избранников по наделению города постоянной властью воплотятся в жизнь, то уже в первой декаде ноября в городе появится глава администрации без приставки исполняющей обязанности. 11 ноября в 10 часов утра планируется заседание Волгоградской городской думы. Будет несколько предложений на заседание городской думы, где рейтинговым, подчеркну, рейтинговым голосованием депутаты определят наиболее дееспособного, наиболее приемлемого кандидата. Отношение к новой городской думе новым чиновникам мэрии, конечно, неоднозначное. Да и внутри депутатского корпуса есть разные мнения по поводу реальности выполнения взятых новых социальных обязательств. Но время покажет, насколько эффективно начали работу новые депутаты, насколько их обещания перед избирателями, данными в период избирательной кампании, окажутся выполненными. Однако сейчас уже ясно, что работа над ошибками обходится дороже, чем недопущение самих ошибок. Например, вернуть прямые выборы мэра волгоградцам, который отменил прошлый состав Гордумы, оказалось делом весьма сложным. У депутатского корпуса, нынешнего пятого созыва, есть полное право сказать на исходе своих срока полномочий, что давайте, ребята, мы пересмотрим устав, мы еще раз проведем слушание, допустим, поменяем модель, и тогда следующий состав городской власти и управления сменятся вместе. И прямые выборы мэра с прямыми выборами депутатов городской думы. Так не пора ли депутатам в полной мере брать на себя ответственность за свои решения? Интересно, например, что сегодня в городдоме сидят и депутаты прошлого созыва, которые некоторое время назад дружно голосовали и за отмену прямых выборов мэра, за уничтожение молочной кухонь. Не слишком ли дорого обходятся городу их ошибки? Ну а мы прощаемся с вами и выражаем уверенность, что за каждую ошибку нужно иметь мужество отвечать.